Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. С вами Андрикс и мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере gamay.ru Наконец-то мой интернет, кажется, уже пришел в себя. Сегодня он уже работает намного лучше. И я надеюсь, что сейчас мне он не помешает записать для вас новую серию. Итак, какой у нас план на эту серию? В этой серии я хочу построить автоматический портал в ад, который будет включаться и отключаться нажатием кнопки. И в этот ад отправиться. Там хочу добыть немножко кварца и немножко светокамня. Так, давайте, наверное, приступим к постройке этого портала. Так, в доме я так посмотрел, места у меня довольно мало. И, наверное, мы построим этот портал на улице. Так, давайте подберем где-то здесь для него место. Ну и я думаю, в принципе, вот здесь он будет смотреться нормально. Так, давайте сразу же выложим основу нашей рамки портала из обсидиана. Так, давайте, наверное, как-то вот так. И давайте поставим здесь обсидиан. Надеюсь, я еще не забыл, как крафтится портал в ад, хотя я крафтил его уже довольно давно. Так, кажется, вот как-то так. И вот как-то так. Так, мне немножко не хватило обсидиана. Сейчас быстренько сбегаем, возьмем. И будем продолжать строить наш портал. Так, обсидиан у меня есть, отлично. Так, 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 давайте быстренько его доделаем. Вот, хорошо. Рамка для портала у нас полностью готова. Сейчас нам нужно этот портал автоматизировать. И давайте приступим. Так, давайте, наверное, я сразу же здесь помещу верстак. И буду крафтить все здесь на улице, чтобы каждый раз домой не бегать. Так, пока что пускай будет вот здесь. Хорошо, теперь нам нужно две кнопки. Ставим одну снизу и одну вот немножко выше. Вот здесь. Да, хорошо. Здесь будет у нас кнопка выключения, а здесь будет кнопка включения. Так, кстати, схему такого портала я посмотрел у одного замечательного обзорщика под ником Kront. Вот, огромное ему за это спасибо. Laura94 тестировала на этом сервере такой портал и сказала, что все работает. Так, ладно, давайте продолжим постройку нашего портала. Сейчас давайте скрафтим два раздатчика. Так, здесь у меня на него, кажется, нет ресурсов. Хотя, возможно, и будет достаточно. Давайте посмотрим. Так, нам нужно два лука. Так, раз и два. Вот, хорошо, два лука есть. Так, раздатчики, кажется, делаются вот так. Да, правильно. Вот. И еще один. Хорошо, два раздатчика. Давайте сразу же их установим. Так, если не ошибаюсь, то один раздатчик должен быть, вот, кажется, здесь, а второй вот здесь. Да, все правильно. Этот блок я здесь поставил зря. Так, да, хорошо. Здесь блок, здесь раздатчик. Так, дальше здесь блок и здесь раздатчик. Вот. Дальше это все мы прикроем, чтобы у нас все красиво смотрелось. Так. Нужно сесть, хорошо. Вот. Получается, у нас пока что-то довольно непонятное. Но в будущем это все-таки будет портал. Так, дальше ставим здесь редстоун. Напротив второй кнопки красный факел, нам кажется, нужно поставить. Блин, я очень надеюсь, что сейчас не натуплю, и этот портал будет работать. Да, хорошо. Так, дальше нам нужны две воронки. Для воронок, чтобы скрафтить воронки, нам нужно железо. Железа у меня с собой нет, так что давайте его возьмем. Так, есть железо. Давайте сразу же скрафтим эти воронки. Нам нужны два сундука. Отлично. И воронки у нас, если не ошибаюсь, то крафтятся вот так. Так, вот выставляем железо, и вот здесь сундуки. Хорошо, две воронки. И пойдем их установим. Так, воронки должны стоять, если не ошибаюсь, то одна вот здесь, и вторая вот здесь. Так, должны быть они направлены друг на друга. Так, эту воронку нужно переставить. Так, и направить ее на эту. Так, оно получилось, нет. Да, хорошо, они соединены друг с другом. И теперь нужно в эту воронку положить один любой предмет. Ну, давайте положим арбузик. Пускай он себе здесь будет. Так, дальше здесь нужно поставить конденсатор. Так, давайте его скрафтим. Хватит ли у меня ресурсов сейчас на это? Нет, мне нужен кварц. Для того, чтобы скрафтить конденсатор, мне нужен кварц. Так, кварц у меня где-то здесь был. Но где вот, я не помню. Да, вот он. Есть кварц. Одну штучку. Этого достаточно. И сейчас мы сделаем конденсатор. Так, 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 так. Как делается конденсатор? Я немножко забыл. Помню, что нам нужны три красных факела. Так, хорошо. И три камня. Камни выставляем вот так. Здесь кварц. И вот так кажется факела. Да, получается конденсатор. Отлично. И этот конденсатор ставим вот сюда. Точно не помню в какую сторону. Кажется вот так. Да, вот так должно быть правильно. Так, дальше здесь ставим любой блок. Хотелось бы поставить замшалый булыжник. Блин, я его забыл. Черт. Ну ладно, немножко побегаем. Хотя это плохо, потому что я не хочу, чтобы эта серия сильно затянулась. Здесь схема у нас, в принципе, этого портала не очень сложная. Но даже, чтобы ее построить, нам нужно время. Так, ставим блок здесь. И ставим блок здесь. Так, на этот блок, кажется, нам нужно поставить кусочек редстоуна. Да, вот так. И кажется, этот раздатчик все-таки нужно поставить немножко выше. Давайте я быстренько переставлю. Это много времени не займет. Так, сюда булыжник. Ой. Блин, ступеньки полезли под руку. Так, вот и тут раздатчик. Вот раздатчик. Давайте его поставим. Вот, хорошо. Так, конденсатор у нас, кажется, тоже слетел, да? Так. Ну, ставься же ты. Давайте я подлечу вверху и поставлю его отсюда. Тут немножко дерево помешало. Вот. Кажется, вот так все правильно. И давайте проверим нашу всю эту схему в действии. Будет ли она хорошо работать. Так. Если не ошибаюсь, то в нижний раздатчик нам нужно поставить зажигалку. Есть. А в верхний раздатчик нужно поставить ведро с лавой. Есть. Хорошо. Ну что же, момент истины. Заработает или нет? Итак. Включился и отключился. Отлично. Схема работает. Как видите, все супер. Еще раз огромное спасибо за эту схему обзорщику под ником Kront. Как видите, эта схема отлично работает и все очень хорошо. Так. Еще раз проверим. Отлично. Как видите, здесь зажигалкой рамка портала зажигается. А здесь при помощи лавы она отключается. Вот. Так что, если будете здесь, можете этим порталом пользоваться. Так, я думаю, потом это все, все эти потроха прикрою замшелым булыжником, чтобы все смотрелось красиво. А сейчас мы пойдем наконец-то в ад. Очень надеюсь, что там будет что-то интересное. И очень надеюсь, что на это все будет интересно посмотреть. Так, думаю, я оставлять дома ничего не буду, так как я вип. Даже при смерти вещи у меня сохранятся. Так, поедим. И в путь. Включаем портал. И вперед, навстречу приключениям. О да, этот мистический красный камень. Так. Где мой портал сгенерировался? Кажется, здесь уже чей-то портал был. И мой портал соединился с ним. Ну, понятно. Так, давайте добудем сразу же немножко этого адского камня. Он добывается довольно скоро алмазной киркой. Так, я уже слышу свинозомби. А вот и кварц. Супер, давайте добудем немножко кварца. Он дает очень много опыта при его добытии. Как видите, мой уровень очень быстро растет. Довольно полезный материал. С помощью него можно неплохо себя прокачать. Так, хорошо. Немножко кварца добыли. Давайте сразу же добьем этот адский камень. Так, более полустака уже. Ну, еще чуть-чуть. Так, стоп. Блин, как хорошо, что я вип. А то я сейчас бы немножко шлепнулся. Так, ну я думаю, мы его закончим добывать вот здесь. Так, стак есть. Да, стак есть. Отлично. Ну, мне пока что достаточно. Мне много не надо. Так, вот уже, как видим, здесь есть и свето камень. Так, давайте сразу же его возьмем. Как видите, ад довольно полезный на ресурсы. Так, что-то я немножко свалился. И чуть не упал в лаву. Так, хорошо. Давайте выдолбим его до конца. Так, кстати, я здесь слышал Гаста. Возможно, мы сейчас посмотрим. Может, даже его убьем. Нет. Может, даже его убьем. И у нас будет слеза Гаста. Сейчас посмотрим. Так, отлично. Светокамень добыли. Да, здесь довольно много кварца. Это очень хорошо. Думаю, как-то со временем я его еще добуду. Так, давайте посмотрим, где здесь летал этот Гаст. Господи, как здесь темно. Так, свинозомби. Я вас трогать не буду. Я пришел с миром. Не рычи на меня. О, еще светокамень. Так, вот еще здесь лежит, можно сказать, халявный кварц. Его здесь будет легко добыть. Давайте это сделаем. Так. И вот так. Хорошо. Да, уже шестой уровень. Но, в принципе, я уровень смогу прокачать у себя в качалке. Так что, мне это не главное. Где здесь чертов Гаст? Гаст? Ты где, о грибочке? Странно. Этот Гаст, похоже, от меня улетел. Я вот так смотрю на радаре. И вижу, наверное, одни свинозомби. Да. Пока что Гастов нет. Ну, ладно. К сожалению, охота на Гастов провалилась. Печально. Давайте посмотрим, что здесь есть еще интересного. Так, я вернулся назад. Давайте полетим в эту сторону. Возможно, здесь в аду есть какая-то крепость. Хотя, я думаю, что эти все крепости уже давным-давно игроки нашли. И там, где были спаунера эфритов, их либо заприватели, либо даже не знаю, что с ними сделали. Так, давайте пройдемся сюда. Ух ты. Здесь еще куча кварц. Давайте его добудем. Кварц это хорошо. Потом можно будет его переделать себе в блоки и с этих блоков построить что-то интересное. Так, еще кварц. Давайте. Так, я слышу слайма. Огненный слайм. О да, я тебя увидел. Блин, какой ты симпатичный. Правда, обычные слаймы круче, но огненный слайм тоже довольно весело. Блин, я его даже убивать не хочу. Но, ладно. Так. Ну, слаймы. Вы плохие слаймы. Вы не салатовые. Салатовые слаймы лучше. Так, хорошо. Как видите, уже не зря сходили. Увидели веселого слайма. Точнее, даже не веселого, а этот слайм был какой-то упоротый. Ну, ладно. Тем временем, уже 10 уровень. Уже даже 11. Как видите, кварц очень хорошо его прибавляет. Так, давайте это сразу же еще добудем. И полетим отсюда куда-то дальше. Блин, неужели здесь в аду нет ничего такого эпического? Пока что ничего не вижу. Свино-зомби. Еще кварц. Еще кварц. Ну, в общем, да. К сожалению, ничего здесь такого интересного не оказалось. Так, а вот и какое-то подобие крепости. Давайте все-таки сюда зайдем. Так. Ифриты, вы где? Что-то я чувствую, что их уже здесь нет, но посмотреть, думаю, стоит. Так. Тут ничего. Крепость опустела. Очень-очень жаль. Так. Здесь какой-то проход. Ну да, как видим, здесь игроки уже все позабирали. И здесь уже, в принципе, ничего интересного нет. Так. Ну, думаю, кирпич мне пока что не нужен. Давайте, наверное, возвращаться домой. К сожалению, здесь мы ничего интересного не нашли. Но зато добыли немножко кварца. И немножко света. Камня. Уи! Убегаем! Так. Хорошо. Телепортируемся домой. Так. Пока там упоротые свинки зомбиачьи за мной гонятся, я быстренько напишу home. Так, home. Хорошо. И мы окажемся дома. Так, отлично. В ад сходили. Ресурсов немножко добыли. Есть у нас адский камень. Есть у нас светящийся камень. И есть у нас кварц. В принципе, немного, но это уже неплохо. Думаю, в будущем за кадром я обязательно сбегаю туда еще. И добуду этого всего добра еще больше. Так. Отключаем портал. Отлично. Так. Давайте быстренько еще посмотрим. Возможно, здесь есть рядом какие-то новые дома. И будем потихонечку закругляться. Так. Не было больше места. Ну, так-то да. Места здесь уже маловато. Здесь уже почти все застроено. Но я думаю, что в принципе здесь еще куда-то впихнуться можно. Правда, не знаю куда. Но я уверен, что место здесь еще есть. Так. Ладно. Давайте я, наверное, лучше всего сейчас вам покажу, где будет мой будущий магазин. Я здесь уже купил территорию под магазин. И сейчас вам это место покажу. Так. Телепортируемся на спаун. Кстати, на сервере почти нет народу. Сейчас, если не ошибаюсь, то полтретьего ночи. Только вот сейчас мой интернет нормально заработал. Черт его побери. Кстати, он все равно что-то немножко лагает. Ну да ладно. Так. Бежим сюда. И нам нужен портал в город Лас-Вегас. Так. Вот. Он сразу же здесь. Телепортируемся. Господи, я упорот. Ну, телепортируйся. Что же ты лагаешь? Ну да. Похоже, мой интернет опять вспомнил, что он мой интернет и начал лагать. Так. Ладно. Давайте я тогда запись остановлю. И... А вот. Все хорошо. А то я хотел уже остановить запись. И когда оно бы все пролагало, то продолжить. Но кажется, все хорошо. Хорошо. И вот. Будущий магазин Андрикса. Вот именно здесь. Прямо после выхода из портала. Прямо перед ним. Будет мой магазин. Думаю, я его построю, как всегда, в форме чего-то квадратного и зеленого. И думаю, что получится весело. Господин, это не лагает. Так. Ладно. Магазином мы займемся уже позже. Сейчас, конечно же, я его делать не буду. Так. Хорошо. Давайте вернемся домой. Ой. Ой, забыл. Вот так. Хом-хом. Хорошо. И... Мой интернет лагает. А я для вас приготовил новый конкурс. Как и в прошлый раз, это будет что-то наподобие поиска сундуков. И давайте я сейчас с вами ненадолго попрощаюсь. Спрячу сундуки. И... Мы увидимся с вами через секунду. Итак. Перед тем, как мы начнем наш небольшой конкурс, я вам хочу рассказать о такой проблеме, как мошенничество и плагиат. Дело в том, что в последнее время на этом сервере участились случаи, когда игроки регистрируют аккаунты с никами, похожими на мой, и выдают себя за меня с целью мошенничества, обмана, попрошенничества. В общем, обманывают игроков. Сейчас я вас хочу предупредить. Ребята, никогда на такое не ведитесь. Мой ник АндриксG и больше никакой. У меня здесь только один аккаунт и больше ни под каким другим я не играю. Вот, вы сейчас внимательно видите мой ник на экранах. Вот так вот он пишется. АндриксG. Если вы видите кого-то с похожим ником и кто выдает себя за меня, можете спокойно слать его куда подальше. Это мошенники. Ну, вот как-то так. Так, ладно, теперь давайте наконец-то переходить к нашему мини-конкурсу. Хотя нет, постойте. Еще перед этим я вам хочу показать еще один фан-арт, сделанный для меня. Вот, вы сейчас его видите на своих экранах. Он очень-очень красивый. И мне он очень-очень понравился. Автор этого фан-арта Максим Красильников. Огромное-огромное ему за это спасибо. Это очень-очень красивый арт. Так, а теперь наконец-то переходим к нашему конкурсу. На этот раз я запрятал для вас целых три сундука. Вы мне в прошлый раз писали, что вам очень этот конкурс понравился. И я решил делать его намного чаще. Так что сегодня у нас будет целых три сундука. Итак, координаты первого сундука. Вот, вы сейчас видите сбоку на своих экранах. Минус 860 плюс 46. Он спрятан где-то вот в этом районе, где я сейчас кручу прицелом. Так что приходите сюда, копайте. Возможно, именно вы его найдете. В каждом сундуке находится по 8 алмазов и по полстака золота. Итак, это был первый сундук. Увидимся через секунду. Я вам покажу координаты второго сундука. Итак, второй сундук я спрятал где-то вот здесь. Координаты минус 1117, минус 49. Он запрятан где-то в этом регионе, в этой горе. Так что ищите. В нем также 8 алмазов и полстака золота. Ищите его где-то вот здесь. А сейчас я вам покажу, где находится третий и последний сундук. Итак, последний сундук я спрятал специально для любителей экстрима. Он у нас находится на координатах минус 1582, плюс 283. Под водой где-то вот в этом регионе. На этом вот небольшом таком островке. Он находится под водой. Так что ныряйте и ищите. Ну вот, кажется, все сундуки я спрятал. И думаю, на этом серию можно наконец-то завершать. Итак, всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вами был Андрикс. И мы очень-очень скоро увидимся. Играйте в Майнкрафт. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok